Эксперты в ГБУ Национальный Центр Безопасности Продукции Рыбного Промысландсбрг подведомственного Россельхознадзору проверили образцы красной икры и выяснили, что треть из них содержит нарушения. Об этом говорится в сообщении организации. Всего с начала текущего года лаборатория исследовала 89 проб соленой икры лососевых пород рыб. По результатам исследований в 30 пробах были выявлены нарушения по микробиологическим показателям, превышение нормы КМОФАН-М, количество мизофильных аэробных и факультативно-анэробных микроорганизмов и бакебак-бактерий группы кишечной палочки. Также были выявлены 7 нарушений по химико-токсикологическим показателям, консерванты антибиотики, уротропин, содержание соли, отмечается в сообщении. По данным организации по пищевым добавкам, так называемым Е, ситуация достаточно благополучная. Только в трех случаях были выявлены несоответствия по содержанию консервантов. И еще в двух пробах содержался Е-239, консервант уротропин, запрещенный на территории РФ с 2009 года. Вопреки расхожему мнению, большинство пищевых добавок, например, бензоат натрия И-211, сорбиновая кислота И-200 в том количестве, в котором их добавляют для сохранности в красную икру, безопасно для потребителя. Их количество строго нормируется российским законодательством, в частности техрегламентом Таможенного союза, требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, говорится в сообщении. В ходе исследования красной икры также не было выявлено нарушений паразитарной частоты. Однако, как сообщили в организации, по-прежнему на рыбном рынке встречаются случаи подделки икры лососевых видов рыб, имитированные икрой, выявления которых представляют определенные сложности. Как отметил заведующий испытательный референс лаборатории в ГБУНСПРП Андрей Марцинкевич, слова которого приводятся в сообщении. Данные референс лаборатории не претендуют на полноценный анализ рынка, они могут лишь демонстрировать некоторые тенденции в области безопасности и качества на рынке красной икры. Причем в большей степени эти данные актуальны для московского региона, чем для Дальнего Востока, где добывается красная икра.